Маленьким казачатам и классная мама нужна соответствующая мама в погонах. Такая, чтобы настроение поднять и проблемы выслушать, и дисциплину железную привить умело. У педагога с характером Ольги Мельниченко не забалуешь, зато и классы самые лучшие. В олимпиадах, на смотрах строевой подготовки, на спортивных соревнованиях первые. Ольга Тимофеевна очень хорошая, мы ее очень любим. Она добрая и милая. Первый казачий класс Ольга Мельниченко набрала 7 лет назад. Очень хотелось возродить дух казачества и привить подрастающему поколению патриотизм, любовь к своей истории и предкам. За активное участие в военно-патриотической работе по воспитанию казачьей молодежи и другие заслуги Ольга награждена почетной грамотой главы курорта, благодарностью атамана Анапского районного казачьего общества, памятным нагрудным знаком в честь 70-летия освобождения Анапы от фашизма и другими наградами. Но главное – это бескорыстная детская любовь. Наш учитель Ольга Тимофеевна, такого учителя нужно еще поискать. То, что человек идет с нами уже седьмой год, и как мы ему стали родные, как дети, то, что переживает так же, помогает, в трудную минуту поддерживает. Это учитель, от Бога такого в мире таких учителей мало, а нам повезло. Я знаю по глазам уже, я смотрю на ребенка, я знаю, стоит ли сегодня его спрашивать. Ольга Милиниченко не разделяет своих школьных детей и тех, что ждут дома. Своих дочерей воспитывала так же строго, но справедливо. Все только на доверии. Вот строгость моя проявляется в дисциплине, воспитанности и в учении. Во всем остальном мы вот, как подруги, хотя моя мама этого не понимает до сих пор, что значит дочери-подруги. Я с дочерьми могу говорить обо всем, в прямом и в переносном смысле, обо всем. Так же они обо всем. Младшая Настя по маминому примеру тоже стала педагогом. Единственного внука бабушка обожает. Глаза светятся при одном упоминании. Вот это вообще, это свет в окне, луч света в темном царстве. Это все. Когда мне раньше говорили, что внуков любят больше, чем детей, я не верила. Потому что я своих детей, дочерей обожаю. Они лучшие дочери в мире. Но когда я вижу внука, для меня все остальные, не то что их нет, вот они как-то чуть меркнут. Ольга Милинченко уверенно держит в руках саблю и скачет верхом. Она всегда подтянутая, никогда не покажет детям слез. Когда мне Настюша прислала смс-ку, недели две назад, вот просто так прислала смс-ку. Может быть я не лучшая в мире дочь, но ты лучшая в мире из матерей. Я плакала. Все мамы переживают за своих и за чужих детей. Хотя чужих детей для Ольги Милинченко нет, все родные. Ее неиссякаемой энергии, жизнерадостности и любви непременно хватит на всех.